здравствуйте уважаемые друзья утро за бортом 1 градус тепла но сегодня температура воздуха будет чуть выше плюс 6 и видео из цикла если бы не было так грустно то было бы смешно скажем так общие слухи общая информация и всякие разные обсуждения которые сейчас будоражат умы разных категорий населения ну во-первых самая первая мысль каким образом мы будем встречать новый год и рождество есть разные точки зрения да ну по большому счету делится на две категории те которые считают что надо разрешить собираться в новый год и те которые считают что нельзя разрешать собираться в новый год в целях нераспространения коронавируса и соответственно пока насколько я слежу за новостями побеждает та точка зрения что на можно будет собираться на новый год только лишь на новый год но очень небольшой группы людей там условно говоря там не больше 10 человек противном случае как обычно звонок соседа приезжает полиция и штраф 1000 долларов каждому кто был застукан на месте совершения этого административного нарушения соответственно следующая интересная вещь это слушок это уже так сказать наши коллеги миграционные консультанты буквально сегодня с утра читаю чат я естественно подписан там большое количество их родных чатов адвокатов и консультантов иммиграционных и значит сегодня чат в котором принимают участие там и специалисты со всей канады до от ванкувера до галифакса и коллеги из коллеги индуса очень важный момент кстати коллеги индусы из торонто пишут а правда сейчас значит правительство канады рассматривать всерьез вопрос из-за ковида предоставить постоянность со стороны жителей канады то есть пиар всем тем людям которые застряли в канаде в статусе визитеров во временном статусе ну почему я вначале сказал что что это индусы что это важно потому что мне кажется только вот восточные народа они еще верят то что могут какие-то чудеса да что могут быть такие рождественские подарки и так далее естественно что у канадской бюрократии как очень формализованная жесткая и строгая она не может пойти на такую историю что вот тем сотням тысяч людей которые находятся в канаде во временном статусе даже наверное думаю под миллион взять и в один момент сказать ну ребята так же быть вот эта история с коронавирусом она длится уже почти год поэтому так же быть мы войдем в ваше положение ну и вообще просто хотим вам сделать рождественский подарок поэтому мы вам всем дается статус специальных жителей канады естественно такого быть не может но сам факт того что люди взрослые люди специалисты они вообще обсуждают саму такую возможность это просто говорит о определенных чертах менталитета и характера людей значит и последний момент момент связанные с опять же к вебеком я не знаю как в других провинциях по этому поводу но в кубеке обсуждать вопрос по поводу того отправлять ли детей на каникулы на длинные за коронавирус или нет потому что тысячи случаев закрытия классов по поводу того что кто-то где-то заразился либо сам либо кто-то в семье и так далее поэтому занятие в этом классе отменяется и соответственно там школа попадает в такой черный список условно говоря мест где есть заражение и вот соответственно в целях предотвращения распространения муссируется слух по поводу точнее не слух даже да это решение по поводу того чтобы детей отправить на зимние каникулы и долго их оттуда не выпускать при этом при этом забавно что детей школу не выпускать но группа продленного дня обсуждают они может вполне себе работать естественно что те учителя которые во всей этой истории были задействованы те которые собственно должны сидеть с детьми во время продленки они говорят но какого черта извините либо мы учимся либо мы не учимся не может быть двойных стандартов и в общем это еще одна история для того чтобы пообсуждать по подекларировать вот такие вот у нас веселые новости ничего такого больше важного и интересного нас не происходит все внимательно следили за американскими выборами но они так сказать закончились и нам больше нечем заняться я веду канадцы за всем откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо пока